Здравствуйте, дорогие телезрители! Позвольте сегодня приветствовать вас словами апостола Павла «Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа». Предваряя наше сегодняшнее исследование Библии, я хотел бы прочитать текст, который записан в послании к евреям, 11 главе, 6 тексте. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вы можете спросить меня, почему я выбрал именно эти тексты для прочтения. Потому что, начиная с этой встречи, мы несколько наших встреч посвятим, на мой взгляд, важнейшему вопросу – вопросу веры. Как вы думаете, какое представление или какую ассоциацию вызывает Слово вера у наших с вами современников? Если вы спросите ваших друзей или коллег на работе, есть ли у них вера и какая она, то что они вам ответят? В нашем обществе Слово вера, в духовном ее аспекте, практически всегда отождествляется с принадлежностью к той или иной религиозной организации. Причем в этом вопросе даже некоторые духовные лидеры пытаются монополизировать веру человека и эту идею навязать нам с вами. Если ты русский, ты должен быть православным. Если ты азербайджанец или татарин или узбек, то ты должен быть мусульманином. Если ты еврей, то ты должен быть обязательно иудеем. А если ты не согласен с таким распределением, тогда ты сектант. Но правильно ли это? Так ли Библия представляет вопрос веры? Интересно, что библейская позиция по вопросу веры отличается от традиционного понимания. Посмотрите. Из вышепрочитанного текста мы видим, что вера нужна человеку не для того, чтобы быть причастным или угодить какой-то церковной организации, а для того, чтобы угодить Богу. Я хочу еще раз прочитать этот библейский текст из «Послания к евреям» 11 глава, текст 6. «А без веры угодить Богу невозможно». Интересно, что, размышляя на эту тему, Лев Николаевич Толстой в своем круге чтений однажды записал такие слова. «Чтобы иметь истинную веру, надо воспитывать ее в себе. А чтобы воспитывать, надо творить дела веры. Сущность же дел веры не в великих подвигах, а в делах незаметных, ничтожных, но творимых исключительно для Бога». Дальше он цитирует Паскаля следующее выражение. «Умирать придется одному», — сказал Паскаль. «И жизнь истинная только та, когда ты живешь один перед Богом, а не перед людьми». Подобное отношение к вере заставляет нас более глубоко исследовать библейскую истину, чтобы ответить на вопрос, какая вера богоугодна. И изучая этот вопрос, мы увидим, что богоугодность веры определяется не принадлежностью к Церкви, а качеством наших отношений с Иисусом Христом, и именно это имеет первостепенное и главное значение в нашей жизни. Интересно, что этот вопрос обретает еще большую актуальность в связи со словами Иисуса Христа о Его Втором пришествии на землю из Евангелия от Луки. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Самый главный вопрос, от которого будет зависеть спасение человека при Втором пришествии Иисуса Христа, это вопрос веры. Вряд ли в этом тексте говорится о том, будут ли люди при Втором пришествии Иисуса принадлежать какой-нибудь церковной организации? Конечно же. В этом тексте показана озабоченность Спасителя о личном духовном состоянии человечества. Поэтому хотелось бы еще раз подчеркнуть, что библейское понимание веры поднимает вопрос нашего отношения к Иисусу Христу. После 70 лет атеизма в нашей стране люди начали обретать веру. К сожалению, для многих людей обретение веры закончилось только приобщением к церковным традициям. Но Бог идет дальше. Он хочет иметь личные отношения с нами, которые основаны на доверии, послушании, принятии, следовании за Ним. Оказывается, считать себя верующим и быть таковым – это не всегда одно и то же. Посмотрите на историю, которая записана в Евангелии от Луки в 7 главе. Мы знаем, что Иисус, придя в наш мир, пришел в первую очередь к людям, которые считали себя верующими людьми. Почему? Во-первых, они принадлежали к избранному народу. Ведь именно израильскому народу Бог многократно являлся, заверяя их в своем водительстве и благословении в жизни. Именно этому народу была открыта полнота истины о Боге. Именно они имели многовековую историю, которая была пронизана Божьим руководством. Да и ведь именно через них пришел Мессия, Спаситель, чтобы принести спасение всему человечеству. По праву, в нашем традиционном понимании, эти люди имели правильную веру. В течение определенного времени Иисус ходил по пыльным дорогам Палестины, продолжая еще сильнее утверждать веру евреев в истинного живого Бога. Но в седьмой главе Евангелия от Луки мы встречаемся с человеком, который не имел никакого отношения к избранному народу. Он не изучал истину о Боге с младенческих лет, он даже не мог столько времени проводить в общине с Иисусом, сколько проводили некоторые из евреев. На первый взгляд кажется, что это вообще был случайный человек. И в Капернауме, куда пришел Иисус, он оказался лишь по долгу службы, так как он был римским военнослужащим. Но этот человек понимал, что есть Бог, который руководит всем во вселенной, и что счастье человека зависит именно от Него. Поэтому этот римский военный сотник изо дня в день, обращаясь к Богу, взращивал в себе веру. И в результате у него появилась настоящая, живая вера в Бога. Так что сам Христос дал самую высокую оценку вере этого человека. Я хотел бы прочитать девятый стих из Евангелия от Луки. Послушайте. «Услышав сие, услышав речь сотника, услышав свидетельство его веры, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущим за ним народу, Сказываю вам, что я в Израиле не нашел такой веры». Как бы, наверное, каждому из нас хотелось от Иисуса Христа услышать именно такую оценку нашей веры. Но можем ли мы достичь такого качества веры в нашей жизни? Если да, то как? Интересно, что Библия, говоря о вере, сообщает, что это один из даров, данных нам Богом. Посмотрите на слова апостола Павла, которые записаны в Первом Послании Коринфской Церкви, в 12 главе и в 9 стихе. Вот что мы читаем. Павел, перечисляя о том, какие дары Господь дает человеку, говорит, что одним из даров, которым Господь делится с людьми, является вера. Исходя из этого текста, мы видим, что, позволяя Святому Духу влиять на нашу жизнь, мы получаем от Бога веру как дар, веру настоящую, которую нельзя заработать, нельзя купить и даже нельзя заслужить. Потому что подарок или дар мы получаем не по своей заслуге, но по милости дающего. И здесь можно сделать вывод. Раз настоящая вера – это дар Божий, то мы ничего не можем сделать для того, чтобы ее иметь. Разве только просить ее у Бога. И если Он ее нам не дает, то, скорее всего, эта проблема не наша, а проблема Бога. В конце концов, мы же не можем насильно забрать ее у Бога. Но позвольте вам сказать, что это неправильный вывод. Изучая Библию, мы знаем, что желание Бога – спасти человечество. Эта мысль явно прослеживается во всей Библии. Именно ради этого Иисус пришел на землю, именно ради этого Он умер и ради этого Он воскрес. Чтобы никто из жителей земли не осомневался в желании Бога спасти лично Его. Апостол Павел в первом послании к Тимофею во второй главе, в четвертом тексте, суммируя эту мысль, пишет следующие слова. «Который», то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Поэтому вопрос веры имеет первостепенное значение в деле нашего спасения. Безусловно. Вера как дар дается каждому человеку. Но есть два очень важных момента. Первый. Если вера – это Божий дар, то очень важно подметить, что вера дается только тому, кто хочет получить этот дар. Но позвольте вас заверить, что никогда, ничего, невозможно подарить человеку, если он не хочет принять этот подарок. Представьте, что молодому человеку нравится девушка. Но, к сожалению, эта девушка не испытывает к нему ответных чувств. Желая обратить внимание девушке, парень покупает красивый букет цветов. Он ожидается девушку у подъезда, ее дома, и потом протягивает эти цветы своей избраннице. Как вы думаете, если девушка не хочет принять этот дар, не хочет принять эти цветы, то что ее может заставить это сделать? Ничего. Даже если молодой человек силой заставит девушку взять цветы, то они окажутся в первой же урне для мусора. Так как данный молодой человек не вызывает у нее никаких ответных чувств, кроме отвращения. Если вам принесут подарок в дом, который вам не нужен, то, скорее всего, он будет передарен вами другим вашим знакомым. Вы знаете, как-то недавно я разговаривал с одним из врачей в больнице. Этот врач заинтересовался истинной о Боге, и я ему предложил одну уникальную, интереснейшую книгу о жизни Иисуса Христа. Но прежде чем подарить ему эту книгу, я его спросил. Скажите, эта книга вам действительно нужна? Если вы возьмете ее из моих рук только в знак уважения ко мне и поставите ее на полку, то лучше ее оставьте у меня. И когда этот врач заверил меня, что он действительно хочет исследовать этот вопрос и прочитать эту книгу, именно тогда я ему подарил ее. Специалисты в области человеческих взаимоотношений говорят, что есть некоторые подарки, которые передариваются несколько раз. Интересно, что для того, чтобы остановить этот процесс, передаривание подарков, была даже придумана пословица – даренное не дарится. Так вот, первым и обязательным условием для принятия дара является желание самого человека. Только на таком условии Бог дает нам веру. Второй очень важный момент. Если мы в действительности желаем иметь настоящую веру, то очень важно и интересно, в каком виде ее Бог нам дает. Она сразу совершенна? Она абсолютна? Или какая она, эта вера, получаемая нами? Позвольте вам рассказать одну притчу. Однажды во сне женщина увидела Господа, стоящего за прилавком магазина. «Господи, это ты?» – воскликнула она с радостью. «Да, это я», – ответил Господь. «А что у тебя можно купить?» – спросила женщина. «Все», – говорит Господь. «В таком случае, дай мне, пожалуйста, здоровья, счастья, любви, успеха и много-много денег». Господь доброжелательно улыбнулся и ушел в подсобное помещение за заказанным товаром. Через некоторое время он вернулся с маленькой бумажной коробочкой. «И это все?» – воскликнула удивленная и разочарованная женщина. «Да, это все», – ответил Господь. «А разве ты не знала, что в моем магазине продаются только семена?» Господь дает нам семена веры, а взращивать и развивать эту веру является нашей с вами задачей. Сегодня вашему вниманию я хотел бы предложить интересную выдержку из книги «Воспитание». Вера – это доверие Богу. Уверенность в том, что Он любит нас и лучше знает, что нам во благо. Итак, вместо выбора собственного пути вера предлагает нам Его путь. И тогда наше невежество заменяется Его мудростью, наша слабость – Его силой, наша греховность – Его праведностью, наша жизнь, и мы сами уже принадлежим Ему, и нас радует это, мы принимаем это как благословение. Искренность человека, чистота считаются секретами жизненного успеха. Только вера, наша вера, сделает нас обладателями этих принципов. Каждое доброе побуждение или вдохновение – дар Божий. Вера черпает такую жизнь от Бога, в которой можно проявлять истинный духовный рост. Вера, дающая нам возможность получать Божьи дары, сама по себе является великим даром, который предложен каждому человеку. Как мы видим, вера – это не просто принадлежность к какой-либо церковной организации, и это даже не констатация факта существования Иисуса Христа. Вера – это наш личный отклик на призыв Бога следовать за Ним, доверив Ему руководство нашей жизнью. Подумайте над двумя высказываниями – верить в Бога и верить Богу. Кажется, несущественная разница. Но сегодня многие люди верят в Бога, а не верят в существование Бога. И в этом нет ничего удивительного. Интересно, что Библия говорит, что не только люди верят в Бога. Апостол Иаков во 2 главе 9 стихе пишет, что даже бесы веруют и трепещут. Сегодня Господь нас приглашает верить не только в Него, а верить Ему. Однажды в один город, который находился недалеко от двух высоких скал, приехал фокусник. Он натянул канат, между этими двумя скалами под канатами находился глубокий обрыв. Весь город собрался, чтобы посмотреть, что же будет делать этот фокусник. Взяв в руки одноколесную тачку, он подошел к краю обрыва и спросил, верите ли вы, что я смогу провести эту тачку по канату на другую сторону и вернуться обратно? Большинство людей сказали, верим. Он покатил перед собой тачку и прошел над этим обрывом к противоположной скале. А затем вернулся обратно. После этого он вновь задал вопрос, верите ли вы, что я еще раз смогу проделать этот трюк? На этот раз практически все люди закричали, верим. Тогда он спросил, если вы верите, то кто из вас готов сесть в тачку, чтобы я его провез? Кто из колей вернулся обратно? Желающих не оказалось. Почему? Потому что люди верили ему, но они не верили в него. Верить это значит иметь личные отношения с Богом. Как сказал писатель Владимир Владимирович Набоков, к Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники. Сегодня я хочу призвать вас оценить вашу веру в Бога. Какая она? Позвольте семенам веры, которые Господь дает вам прорасти в вашем сердце. Не смотрите на общество, на людей, у которых, может быть, сложилось традиционное представление о вере. Изучайте Библию и обретайте настоящую веру, чтобы христовая оценка вашей веры была самой высокой. Да благословит вас в этом Господь! Субтитры создавал DimaTorzok